добрый вечер дорогие друзья сегодня мы с вами поговорим ни много ни мало о молитве из книги симфония по творениям святителя иоанна златоуста я постараюсь недолго задержать вас и себя я много здесь конечно очень долго читать но самые главные постулаты я конечно постараюсь зачитать молитва будем всегда молиться богу будь ты хоть на торговой площади можешь обратиться в себя и петь богу не получи никем слышим ибо и моисей там молился и был услышан и вы не мешает и во время пути молиться сердцем если мы будем так поступать то там где призывается христос не найдется ничего мерзкого ничего нечистого ешь ли пьешь ли и женишься ли отправляешься ли в путь все делая имя божие то есть призывая бога на помощь великие блага происходит от двух добродетелей от молитвы и поста ибо тот кто молится как должно и притом поститься не многого требует а кто требует не многого тот не будет сребролюбив а кто не сребролюбив тот любит подавать неостыню кто молится с постом тот имеет два крыла легчайше самого ветра ибо таковой не дремлет не говорит многое не зевает и не расслабевает на молитве как это бывает со многими но быстрее огня и выше земли потому что таковой особенно является врагом и ротоборцем против демонов так как нет сильнее человека искренне молящегося если жена могла преклонить жестокого начальника который не бога не боялся не людей не стыдился тем более может преклонить бога тот кто непрестанно предстоит пред ним укорочает чрево отвергает утехи если слабо у тебя тело чтобы поститься беспрестанно то она не слабо для молитвы и для пренебрежения удовольствиями чрево когда я говорю кому-нибудь проси бога молись ему прибегая к нему с молитвой то мне отвечают я просил однажды дважды трижды десять двадцать раз еще ничего не получил не переставай просить пока не получишь конец молитвы получила просимого когда перестань тогда перестань ходить получишь или лучше и тогда не переставай но и тогда прибывай молитвы если ты не получил то молись чтобы получить если же ты получил то благодари за то что получил многие приходят церковь произносит тысячи стихов молитвы и выходят Не знаю, что говорили они. Уста их движутся, а слух не слышат. Ты сам не слышишь своей молитвы. Как же? Хочешь, чтобы Бог услышал твою молитву. Ты говоришь, я преклонял колено, но ум твой блуждал вне. Тело твое было внутри церкви, а мысль твоя вне. Уста произносили молитву, а он исчислял доходы, договоры, условия, поля, владения. Общество друзей. Дьявол зол. Он знает, что во время молитвы мы делаем великие успехи, потому тогда он нападает на нас. Часто лежа спокойно на постели, мы ни о чем не мыслим. А когда приходим молиться, то являются тысячи помыслов, чтобы мы вышли без пользы. И так, зная, что это бывает во время молитв, подражай хананьянке. Ты не имеешь бесноватой дочери, но ты имеешь грешную душу. Что сказала ханьянка? Помилуй меня, дочь моя жестоко беснуется. Евангелие от Матфея, 15 глава, 22 стих. Так и ты скажи, помилуй меня, душа моя жестоко беснуется. Грех есть великий бес, бесноватый, возбуждает сострадание, а грешник ненависть, тот заслуживает прощения, а этот не имеет оправдания. Помилуй меня, краткое слово, но оно нашло море человеколюбия. Потому что милость, там все благо. Даже где милость, там все благо. Даже когда ты будешь вне церкви, взывай, говори, помилуй меня. Говори, хотя не двигай уст, но взывай умом. Бог слышит и те, которые молчат. Для этого требуется не место, а прежде всего душевное настроение. Иеремий был в грязной яме и привлек к себе Бога. Даниил был во рве львином и благо расположил к себе Бога. Третрока были в печи и прославляя умилостивили Бога. Разбойник был пригвожден ко кресту, и крест не воспрепятствовал ему, но отверз рай. Иов сидел на гноище и пользовался милостью Божией. И он и был во червяки-то, и Бог внимал ему. Будешь ли ты в умывальнице, молись. Будешь ли в дороге или на постели, где бы ты ни был, молись. Ты храм Божий, не ищи же место, нужно только душевное расположение. Хотя бы стоял перед судьей, молись. Когда гневается судья, молись. Некогда впереди было море, позади египтяне, а посередине – Моисей. Великое было затруднение для молитвы. Но велика была широта молитвы. Сзади гнались египтяне, впереди было море, а посередине нужно было молиться. Моисей ничего не произносил, но Бог говорил ему. Что ты выпьешь ко мне? Исход 14, 15. Уста его не говорили, но ум звал. Так и ты, когда стоишь перед судьей гневным, беспощадным, угрожающим, величайшими наказаниями, или перед другими палачами, делающими то же самое, то молись Богу. И в это время, когда ты будешь молиться, волны утихнут. Судья против тебя. Ты прибегай к Богу. Начальник нападает на тебя. Ты призывай Господа. Разве он человек, чтобы тебе искать его в каком-нибудь месте? Бог всегда близко. Если ты хочешь просить человека, то сначала спрашиваешь, что он делает. Не спит ли? Не занят ли? И слуга не отвечает тебе. А у Бога нет ничего такого. Куда бы ты ни ушел и стал призывать его, он слышит. Ни занятия, ни посредник, ни слуга не отделяют его от тебя. Скажи, помилуй меня. И Бог тотчас делается присущим. Тогда ты вызовешь, говорит пророк. И он скажет. Вот я. Исход. 58-9. О, слово исполненной благости. Он не ожидает окончания молитвы. Еще прежде, нежели окончишь молитву, ты уже получаешь дар. Помилуй меня. Будем же подражать. Той хананьянке. Помилуй меня. Дочь моя жестоко беснуется, говорит она. Господь же говорит ей. О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе пожелание твоему. И исцелилась дочь ее. Когда? В тот час. Иван Геетмафея, 15 глава, 28 стих. Не в то время, когда мать ее пришла домой, но еще прежде, нежели пришла. Она пришла найти ее беснующийся и нашла здоровой исцеленную. Вот какие дела, дорогие. Хотя бы мы ничего не получили от него. Оно продолжительное беседование, собеседование с ним. Не следует ли считать стоящим бесчисленных благ. Но постоянной молитвой, говоришь ты, трудное дело. А какое из добрых дел, скажи мне, нетрудно. Вы находитесь в беспрестанных заботах и развлекаетесь житейскими делами. Потому вспоминайте о Боге, по крайней мере, на ложе. Размышляйте о нем в утреннее время. Если мы будем заниматься этим поутру, то без всякой опасности будем выходить на дела свои. Если благоговением и молитвой наперед умилостям Бога, то и после не встретим никакого врага. А если встретишь, то посмеешься ему, имея в защиту свою милостивого Бога. Торжище – это война. Ежедневные дела – это сражения, волнения и буря. Потому нам нужно оружие, а молитва есть великое оружие. Нужны попутные ветры, нужно быть сведущим во всем, дабы провести время дня без кораблекрушений и ран. Много подводных камней встречается ежедневно, и часто наш корабль разбивается и утопает. Поэтому нам нужно молиться, особенно утром и ночью. Если тот, кто намеревается ротоборствовать перед людьми, много заботится о себе, то гораздо более следует постоянно печься и заботиться нам, в которых вся жизнь есть борьба. И так пусть будет у нас каждую ночь. Всем ночным день будем стараться, чтобы нам, выйдя днём, не подвергнуться осмеянию. Дай Бог, чтобы эти слова нам не прошли пустую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!